Доброго времени суток всем дорогие друзья и добро пожаловать обратно на прямую трансляцию Poemblank International Championship 2016 года. Продолжается выступление российского коллектива. Три матча позади, пока что две победы, одно поражение. И соответственно прямо сейчас вместе с нами, со всеми зрителями команда FFWZG пересечет экватор турнира и сыграет свой четвертый матч против европейской сборной, против команды FTW. Дорогие друзья, или в расшифровке For2Win. Команда по большинству из французских игроков, но тем не менее выступает под знаменами Евросоюза. Вот такие вот дела. Опять-таки особо углубляться пока в турнирную таблицу мы, наверное, не будем. Единственное, можно упомянуть, что матч Россия-Бразилия будет за выход из группы. Бразильцы проиграли тайцам, тайцы выиграли у наших и, соответственно, если команда из России обыграет бразильцев, те с двумя поражениями не выйдут из группы. Вот такой расклад. Доминировали, доминировали весь день и вот на самом бережку, как говорится, могут не доплыть бразильцы. Этот матч, кстати, будет следующий. В прямом эфире сейчас два подряд поединка с участием команды FFWZG. И что-то поинбланк, но респондинг. У меня в скобочках, у вас на экранах, респондинг, черный экран. И я так понимаю, что игра приказала долго жить. Долго жить, приказал нам поинбланк. Вот интересно, как бы я сейчас выйду, они будут играть или как это все устроится. Но в любом случае, спасибо, что с нами. Мы запускаем пока, что вы, наверное, негодуете, пока взрываются пуканы. Запускаю конкурс, угадай слово номер три. Ссылочку скинул в чатик. Сейчас скажу первую букву, если только закрою поинбланк, который... Но респондинг вообще по полной у меня придется... Так, диспетчер устройств. Снять задачу, снять задачу, снять задачу. Ну, надеюсь, что слотецкий оставят. Так, вроде бы да. Закрыл поинбланк, перезахожу. Да, хочу, хочу запустить. И говорю параллельно вам. Буквы, волшебные буквы. Первые две буквы Т и Н. Какое слово? Так надо собрать слово из букв, дружище. Никто тебе заранее слово не скажет. По ходу матча, по ходу трансляции ты собираешь слово, потом его вписываешь, соответственно, в нужную форму. Грузится пока игра, инициализация карт. Ну, в общем, вы все знаете, это прямоугольная табличка прямо-таки по центру экрана. И у нас там меняются постоянно надписи. Скорее всего, скорее всего, если мы зайдем в матч, там будет или уже какой-то счет, или мы банально не сможем зайти в матч, потому что закроют нам слот. Поэтому мы особо не обольшаемся, но, тем не менее, перезаходим непосредственно в игру. Не знаю, появился у вас поинбланк или нет, потому что у меня он уже запущен. Сейчас я уберу. Замечательно. Да, все. Уберу логотипы, загружается поинбланк, и прямо сейчас вы станете свидетелем того, как же заходят на гейм-аккаунт в Таиланде. И непосредственно, как выглядит само меню. Я думаю, для кого-то музыка игры. Музыка игры — это хорошо. Пароли, дорогие господа, GM1234, два восклицательных знака. Так что, если вы в Таиланде, заходите на гейм-аккаунт, разваливайте кабины. Надо, кстати, выключить звук. Я думал, как-то тут настройки, что ли, сохранятся с прошлого раза. Но, судя по всему, нет. Вообще, это... Вот. Ага. Ага. Ну ладно, видимо, музыка до этого у нас должна была быть. Захожу в игру и внимательно смотрим на счет. Да, все играют. Все играют. Я хочу увидеть хотя бы 1-0 на табло, потому что это было бы неплохо. Конечно, в пользу нашей команды. Так, там в чатике открою бомбящие пуканы. Он дал. Говори. Что говори? Говори. Кому говорят, говори, говорю. 1-0. Как в воду глядел. 2-0. Дважды глядел в воду Федор. И команда WFWZG. О-о-о. Welcome to party. Забыл поставить галочку в сервер. Ставим галочку в сервер. Заходим. Наверное, Таец вообще в шоке, который сейчас. Гейм в комнате. Залетает какой-то тип. Выходит, залетает уже в матч. Да ладно. Если что, кодовое слово Don't Understand, дорогие друзья. И вам никто ничего не скажет. Все. Окей, let's go. Let's go. For the win. Проигрывают. Так. Да, все правильно, господи. Просто это название команд на букву F. Я уже думал, что-то пошло не так. Нет. 3-0. 3-0. Карта взрыв в городе. Не сказать, что домашняя у нашей команды. Но катают они ее довольно-таки неплохо. И против французов. Кстати, вчера они также потренировались. И я думаю, ну, оценили как минимум уровень оппонента. Вот такие вот делишки. Ну и наконец-то, наконец-то мы готовы. Так, все. Я не тянул, пацаны. Я был на максимуме на самом-то деле. Со счета 3-0. Наслаждаемся матчем. Я так понимаю, он будет не очень-то долгим. Потому что Фрид вешает моментально два хэдшота. Визи плюс твист. Стоются в связке. Ну и при этом практически все пять игроков невредимы. У команды из России зомби фаршик дают по фрагу. Но это как легкая прогулка в парке. Как выпить утром чашечку кофе. По-моему, матч. 4-0. Первая половина совсем скоро закончится. И, по-моему, надо ускоряться. Ускоряться в раздаче букв. Потому что уже 5-0. Не за горами. Скидываю вторые две буквы в чат. Это буквы А и буква Р. Напоминаю, вам необходимо собрать слово из тех букв, которые по ходу карты я буду называть. И, конечно же, скидывать вам в чат. Ссылку, куда вводить готовое слово, также скинул. В принципе, все довольно понятно. Все прозрачно. Давят в респауне. Я бы так назвал этот раунд. Россияне давят в респауне. Уэзик 3 фрага. Тут уже резать пошел зомби. Ну, в общем, нормально. Все идет по плану. Главное, не проиграть ни одного раунда. Потому что, я так понимаю, все-таки раунды будут очень важны. Хотя, скорее всего, после матча с Бразилией будет все понятно. 0 фрагов Твиз, 0 фрагов Станекс. Ну, в общем, не знаю. Не знаю, на что тут рассчитывали французы. Ну, счет на табло. 5-0. Рэди. Мы, по-моему, дольше перезаходили в игру, чем шли вот эти вот последние раунды. Пока что пишите в чат, какие же кричалочки вы приготовили. Как поддерживаете команду. И насколько долго смотрите стрим. Потому что, действительно, трансляция началась довольно давно. Напоминаю, в 7, то ли в 6, то ли в 7 утра по московскому времени. Уже мы разрывали стрим. Была церемония открытия. Все записи будут на YouTube-канале pointblank.ru. Ну, и, конечно, pointblank e-sports. Вот, заходите в контакт в паблик. Именно там есть картинки, вся свежая информация, анонсы матчей. В общем, ничего не пропустите. Ну, и, конечно, лайв-стрим на twitch.tv slash arena for game. 1300 человек. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что пришли посмотреть на изи-бризи катку. Я бы назвал это разыгровкой перед бразильцами. Потому что следующий матч будет, ну, нон-стоп. Опять-таки, там минут 5-7, наверное, может, 10 понадобится бразильцам, чтобы занять компьютеры. И, по факту, пауза будет совсем непродолжительной между этим матчем и следующим. Ну, и также могу лишний раз подметить для вновь прибывших, что формат проведения простой. В первой половине кто набирает первые 5 раундов, тот и король. Во второй половине нужно набрать на один раунд больше, чем ваши соперники в первой. То есть, если половина закончилась 5-0, нашим ребятам нужно взять один. Один гордый раунд до победы. И, по-моему, этот раунд не за горами. Просто какой-то сервер пролагивает. Не знаю. ФПСов не хватает на сервере Таиланда. Ну, тут настолько... Фраги летят настолько быстро, что никто даже не понял, зачем французы приехали. Судя по всему, в Бангкок последний Мясонатор. Мясонатор не смог убить Фаршика. 6-0. Победа команды FFWZG. Но мы досмотрим до конца. Все-таки в случае конфликтной ситуации, в случае, если, допустим, 2 или 3 команды наберут одинаковое количество очков в зачете, то есть за победу дается 3 очка, а за ничью 0, проигрыш, соответственно, ничего не приносит вам, будут подсчитаны раунды. Я не знаю, у меня такое чувство, что вот, знаете, игра подлагивает почему-то. Я не знаю почему, но такое есть. Фрид взрывает Лайтса. Мы, кстати, даже по никнеймам не успели пройтись. Твист, Стоунекс, Визи, Лайтус и Мясонатор, я его буду называть. Команда FFWZG, которая с громким тегом, но что-то с не очень громкими результатами. 7-0. 7-0. Счет на табло. И давайте я вам завезу последние три буквы. Каточка подходит к своему логическому завершению. Вот. Опы. Последние три буквы. Опы. Подставляете первую и вписываете, конечно же, по ссылочке, которую вы найдете в нашем чате. Фрида хвали. Фрид молодец. Все. Похвалил Фрида. Но тут на самом деле сложно было бы проиграть, судя по всему. Но вот, кстати, в этом раунде... В этом... Ну, что ты сидишь? Стоунекс просто сидит. Сидит возле угла. Зомби убил его тиммейта. Вернулся. Убил второго. Но, тем не менее, 2 в 2. Тем не менее, в этом раунде есть шансы. Правда, по-моему, фаршик, да. Пробежит через мост, поставит бомбу. И, скорее всего, зомби ему хилл понет. Кстати, там в чате у нас есть какие-то сообщения. Понятно. Французы говорят, что они собраны. И это очень просто. Успокойтесь. Бомбят, судя по всему, французские пятые точки. Все-таки не ожидали они настолько быстрого и жесткого разрыва. Кстати, французы довольно много тренировались. Я помню, вчера, когда уже все команды разошлись, когда уже я шел из стримерской, французы все еще играли. Это было довольно забавно. И сегодня между матчами вот прям постоянно, постоянно они играют. Судя по всему, ну, на что-то рассчитывали или хотели показать свой максимум. Ну, вот как-то и опыта не хватает. И, видимо, конкуренции в Европе тоже немного. Если вот там они выиграли, а тут как-то пока 7-0. Летит. Ну что, раунд-то доигрывается 2 в 2. Бомбу поставили, как мы предполагали. Под базой Б. Визи вообще не знает, что можно с моста убить. Все у него хорошо. Восьмерка для россиян. Соответственно, 2 раунда до абсолютно разгромной, абсолютно сухой победы. Фрид. Бежит Миддл. У Вэзик на... Нет, Уэзик с ним побежал. Гантеля фаршик сбоку. Зомби Тэшка. Тут, в принципе, по любым позициям, наверное, можно ходить. Главное, встречать на стрельбу. Плайтус пытался проаркадить Миддл. Дал ХАЕшку. Ничего не получилось. Зато все получилось у Зомби и Вэзика. Два фрага остались без ответа. Вэзик забирает еще одного. Зомби второго. Ну, в общем, до свидания. До свидания. Говоря сейчас россияне-французам. Забираю девятый раунд. Это, наверное, самая быстрая, самая легкая каточка сегодняшнего дня, дорогие друзья. Ну и, конечно, особенно приятно, что наши парни, наши монстры делают этот вечер немного приятнее. У кого вечер, у кого-то, наверное, только начинается веселье. Кто-то вообще только на трансляцию зашел. Так, вот это вот. Вот это вот. Бум. Давай. Бум. Все. Возможно, получше станет с фпсами, потому что действительно иногда шалит компьютер. Я абсолютно точно замечаю, что иногда фпсов не хватает. Ну, самое главное, чтобы к игре FFWZG против бразильцев по тегам 2K Gaming хватило фпс. И пока суть на дело, пока я выключал клинфит, паршик остался один в четыре. Вот такие новости, вот такие пироги. Возможно, это все-таки первый раунд. Практически точно это первый раунд на самом-то деле. Давайте включим Влада. Влада Клачера, который получает по ушам 9-1. Не будет сухого счета и, наверное, это не очень хорошо. Все-таки давать, отпускать, я бы сказал, нужные раунды не стоило. Скинул еще раз в Twitch чат ссылку на место, на документ, куда нужно вписать кодовое слово. Вы должны были собрать слово. Если вы этого не сделали, то, не знаю, пишите бонусный код, что ли, подарочный. В этом раунде прорвали, как мы видим, винты. Прорвали базуа игроки по тегам WF, WZG. Последний визин уже с пистолетами. Режь, режь. Нет, не получилось. Фрид таки закрывает этот минус пистолета. И счет у нас итоговый становится 10-1, дорогие друзья. С чем мы поздравляем россиян. Отличный показатель. Именно такого, наверное, мы и ждали все-таки в матче против французов. Легчайшая победа. И, соответственно, еще одни три очка в группе. Ну, рано расслабляться. На самом-то деле, это, как я уже говорил, выше была скорее разминка, чем какой-то реальный бой. Следующий поединок уже будет с 90% вероятностью с выходом. За выход, точнее, из группы остается только два матча. Для россиян это матч против Бразилии и матч против последнего места группы, против Филиппин. Скорее всего, там проблем не будет. Конечно, не будем забегать вперед, но, скорее всего, не будет. И опять-таки, игра судьбоносная. Игра, которая может стоить путевки в полуфинал. Может стоить поездочки домой на день раньше. Это встреча FFWZG против 2K Gaming. Они же грозные, злостные бразильцы, которые, кстати, проиграли тайской команде Mango. Тайцы выиграли и у россиян, и у бразильцев. Причем бразильцы отлетели 6-0. Дальше мы смотреть за ними не стали, потому что, ну, изи катка. И, соответственно, ушли стримить этот матч. Ну, ладно, давайте я закончу запись на YouTube. Point Blank.ru, YouTube-канал. Заходите, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok